Здравствуйте, с вами программа Культурный шок и ведущий Марк Котлярский. Сегодня в очередной программе у меня очень интересный гость студии, заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра Татьяна Павловская. Танечка, здравствуйте, спасибо, что вы нашли время в вашем достаточно плотном расписании, пришли ко мне в студию, в программу Культурный шок. Ну, давайте начнем, наверное, с того, почему вы, собственно говоря, у нас в Израиле, и, насколько мне известно, точка отсчета – это открытие мемориала, посвященного блокадникам в Иерусалиме. Вот расскажите подробно, как и что вы там делали, и что вас привело вообще в Иерусалим, собственно говоря. Да, я получила приглашение от Комитета внешних связей Петербурга принять участие в церемонии открытия памятника жертвам блокадного Петербурга по случаю 75-летия снятия блокады Петербурга. И, естественно, с радостью согласилась на это мероприятие приехать и принять в нем участие. Меня попросили исполнить песню «Журавли» знаменитую в дуэте с известным израильским певцом, Давидом Дором. С нами принимала участие Василия Гирелла, народный артист России, который исполнял песню «День Победы», и замечательная израильская знаменитая певица Марина Максимилиан, которая исполняла песню «Синий платочек» и песню Плешака, петербургского композитора, помню. Это вам повезло вообще. Давид Довор – один из лучших израильских певцов, контртенер, человек, уникальный, совершенно обладатель, совершенно уникального тембра голоса, и действительно выдающийся мастер пения, так сказать. А что вы пели вместе? «Журавли»? «Журавли» и «Еврейскую песню» я вокализировала во время его исполнения. Да, это потрясающий певец. Я получила большое удовольствие не только как от совместного музицирования, исполнения этих песен, названий с ним, но и общения человеческого. Он потрясающий совершенно. Партнер, музыкант фантастический и приятнейший человек. Ну, понятно. Это вам только можно позавидовать. Он не так часто вообще выступает в последнее время. И сам факт того, что он выступил, уже много значит. Но, насколько я понимаю, вы не только с этой миссии приехали, у вас была еще какая-то миссия. Вот если об этом можно рассказать, просто не менее важное, чем выступление на открытии памятника блокады, хотя это тоже важная миссия. Блокада, как раз мы записываем, собственно говоря, нашу передачу в день освобождения Ленинграда от блокады 900 дней. Да, это история, которую, естественно, нельзя забыть. И история очень тяжелая, непростая. Чем дальше она отдаляется от нас, тем больше мы хотели бы знать правду. Но это история, которую нельзя забывать. Но, тем не менее, кроме этого, у вас был еще один проект, в рамках которого вы приехали, повод приехать в Израиль. Вы, кстати, первый раз в Израиль? Нет, не первый раз. Я бывала здесь и в паломничестве, и принимала участие в гастролях Мариинского театра. С Валерием Георгием приезжала на спектакли, концертные формы исполнения. И не так давно, в ноябре, у меня был тур с ижальским филармоническим оркестром по Израилю. Я пела в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Айн-Реквием Бритна. Опять-таки, миссия, так сказать, за мир. Да, понятно. Ну вот, а вот тот проект, о котором мы с вами хотим сейчас поговорить, он тоже проект, на мой взгляд, это проект с больше связанной с милосердием, но очень не менее интересный, о чем мне поведали в кулуарах перед программой. Вот, пожалуйста, расскажите о нем. Что это за проект, как он начался, какое участие вы в нем принимаете, и что вообще из себя представляет этот проект? Этот проект начался с удивительного звонка, который поступил ко мне на телефон от монахини Ефросини из Иерусалима с просьбой записать песню «Прочальный час в Иерусалиме». Это было по рекомендации Василия Гирелла, который является одним из любимых моих партнеров и друзей. Естественно, я, услышав это предложение, согласилась, не раздумывая, поскольку для меня был этот месседж, а «Иерусалим» и все. Все решилось само по себе, я послушала, само собой. Я послушала внимательно и поняла, что это очень красивая аранжировка, мелодия, тексты, нужно принять в этом участие. Мы записали благополучно эту песню, а потом, так сказать, родился уже этот замечательный проект «Песни на святой земле» на тексты девалюционных псалмов оригинальных, которые мы потом адаптировали, поскольку было большое количество куплетов каждой песни, мы адаптировали, немножко сократили для того, чтобы сделать аранжировки в классическом жанре и в классической манере и оркестровать эти прекрасные мелодии, которые до революции пели монахини в монастырях православных. И получился очень красивый, изысканный материал. Мы записали с ведущими солистами, и я порекомендовала моих любимых друзей. И вот так вот оказалась в роли артистического директора этого проекта. Не думая, не гадая, так сказать, это всё получилось у меня. И с нами принимают главное, о чём я хочу сказать, что с нами принимают участие в этом проекте. И, собственно, для кого этот проект создавался, это интернат «Слепоглухих детей» Сергея Пасада, единственный в нашей стране. И они принимают в качестве кого? Непосредственные участники. Они поют вместе с нами. Нет, они, каждый из них как солист. У каждого есть микрофон, который, да, они стоят на авансцене, они принимают участие в движении, передвижении, в мизансценах. У каждого из них свой костюм, своя роль. Они прекрасно всё это, так сказать, исполняют. Вместе с солистами, с нашими. Так они сейчас тоже приезжали или нет? Нет, мы с ними выступали, совместные выступления у нас. Они принимают участие в репетициях и в совместных выступлениях. Там, в России? Да, в России, пока что в России. Мы уже делали несколько концертов в Сергеевом Пасаде, в Москве. И вот в ближайшее время, в марте месяце, подразумевается концерт в Петербурге. Мы к ним очень серьёзно готовимся. И в мае концерт в Крокус-Сити в Москве. — То есть, я так понимаю, что это литургические тексты? Кто это? Бортнянский? Кто это? Что за композиторы? — Нет, композитор-аранжировщик Вячеслав Хохмедзянов. А тексты это непосредственно придуманные. То есть, авторов как таковых нет. Это придумано монахинями, это тексты, так сказать, созданные. — А, я думал, что это псалмы. Нет? — Нет, это тексты псалмов. — Тексты псалмов, да. — Да, да. Но мелодии это придуманные не нами. — Мелодии кем-то, да, понятно. — Кем-то придуманные, да. — Не, ну потому что, насколько мне... — Мы их воссоздали просто. Воссоздали и делали переложения для хора и симфонического оркестра, и солистов. — То есть, эти мелодии были известны, они просто давно не исполнялись. — Собирали в монастырях, в сборниках. — Давно не исполнялись. Очень интересно. — Авторов как таковых нет. — Так, а в Израиле вы тоже что-то из этого исполняли, из этих мелодий или нет? — Мы подразумеваем участие в концертах в Израиле, да, это у нас в планах есть. Собираемся это привести обязательно, потому что это песня о Святой Земле, и как не на Святой Земле это исполняется. — Ну, если особенно учитывать этот факт, что все эти святые тексты, да, в основном посвящены, как правило, Святой Земле обетованной. Сейчас там 150 псалмов из которых, ну, понятно, что. Так сказать, скажите, пожалуйста, а вот если говорить сейчас, давайте немножко поговорим о вашей творческой жизни. Вот что вы делаете в Мариинском театре? Часто ли вы там выступаете? Какие партии поете из последнего что-то? Можно рассказать немного об этом? — Я пою 27 сезон, это мой 27 сезон в Мариинском театре, и пою я весь ведущий репертуар. С первого дня, вот по сегодняшний день, слава Господу за все, я являюсь ведущей солисткой этого театра непосредственно. Исполняю весь ведущий лирико-драматический, уже драматический репертуар для сопрано. То есть все серьезные названия я исполняю, все композиторов и русскую, и венскую классику, и современных композиторов, и веристов. — Понятно. То есть вы, скажите, а вы считаете, на ваш взгляд, вы тем более человек опытный, Мариинскому театру, удается держать ту планку, которая когда-то была у него еще до Гергия, вы скажем, когда там были другие режимы, были дирижеры известные, тоже там Тимирканов, если мне память не изменяет. Очень много пишется о том, во всяком случае, из того, что читаешь в соцсетях или в разных изданиях, что упал где-то уровень исполнительского мастерства, качества постановок и так далее. Насколько это верно, на ваш взгляд? — Я с этим не согласна мнением. Мне кажется, наоборот, сейчас вырос ансамбль очень профессиональных, мощных певцов, каждый в своем жанре, целые группы, вот, и по всем типам голосов. Очень сильная команда, и каждый, почти каждый из нас является певцом мирового уровня, имеет имена на Западе, очень серьезные, самодостаточные каждый из нас. И более того, маэстро Гергиев делает все для того, чтобы мы повешали свою квалификацию и выращивают, подращивают новых молодых ребят, то есть берут абсолютно неопытных певцов и делают из них уже очень серьезных артистов. Привлекая для этого ведущих театров мировых, таких как Метрополитен, Ласкало, Вена, Байроид, лучших коучей, режиссеров, концертмейстеров, которые работают с нами. И более того, у нас в театре очень сильная команда концертмейстеров, которые уже очень много лет работают, трудятся и знают, как никто, все эти стили композиторов. И сами являются ведущими концертмейстерами в других театрах, их приглашают на серьезные постановки, не только русские, в такие театры, как Метрополитен и Ласкало. — Да, понятно, понятно. Скажите, а вот ваше, если можно сказать, о какой-то вашей последней интересной работе, можете сказать несколько слов о том, что вы делали не так давно? — Я сейчас готовлю очень интересную роль, которая, как бы, я надеюсь, что она будет одной из моих лучших ролей. Я долго к ней шла, хотя я начинала, мой приход в театр был, начинался именно с нее. Я пела в концертах Этуаре и очень мечтала это спеть на сцене. Но маэстро Гервис сказал, что если в ближайшие 10 лет я услышу в куларах, что ты пробуешь пару нот хотя бы из этой партии, из этой роли, я попрошу охранников не пускать себя в театр, потому что я не хочу отвечать за сломанный голос, сломанную судьбу певицы, за что я ему очень сильно благодарна. И с тех пор я прислушиваюсь к его мнению, и каждый мой шаг в плане выбора последующей партии, всегда с ним, так сказать, советуюсь и спрашиваю мнение, чтобы не навредить и рассчитать, так сказать, свой путь профессиональный, не спринтерский, а стаирский, скорее. И эта роль, это Тоска Пучини. Я сейчас ее готовлю, да, очень серьезно к ней подхожу. И одновременно я готовлю, вот до Тоски я предполагаю спеть, если все будет хорошо, все состоится, я предполагаю спеть роль королевы Елизаветы в опере Верди Дон Карлос. Сейчас ее очень, так сказать, усиленно впиваю, потом я буду ее репетировать сценически и уже вынесу в ближайшее время на... На обозрение. Да. Понятно. Ну что же, я думаю, что мне только остается пожелать успехов во всех ваших делах, Тань, во всех, с которыми вы и благотворительных проектах, и проектах, связанных с милосердием, это очень важно, на мой взгляд, сегодня его явно не хватает по всему миру, и в том, что связано с искусством, вот, я надеюсь, у вас получится. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, что у меня в гостях была оперная певица, солистка Мариинского театра, заслуженная артистка России Татьяна Павловская, вел программу Марк Котлярский. Всего доброго, до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok